Всем привет! Бедок у меня не очень. Я вообще эту ночь почти не спала. Я не знаю почему, но не спала, не хотелось. Вот так вот, знаете, лежала, лежала, думаю, блин, я же не сплю. Потом опять, вот всю ночь, я не сплю. И в общем, зато сейчас меня как это, заехала даже в Литл, купила себе кофе такой вот холодный. Нифига она не помогает, наверное, но выпила целых 330 миллилитров. У меня там бабушка сидит. И я, знаете, что над ней, ну не над ней, мы с ней смеемся. У нас в Испании есть такая передача, Хуан и Медио, и там, значит, пожилым, ну пожилым, да, пожилым людям 80-70 лет, знаете, одиноким ищут пареху, ищут жениха или невесту, скажем так. Вот, и у нас почти, это по каналу Сур, по Южному каналу передачу ведут. И почти все вот, все поколение вот это вот 70-70-60 лет смотрят эту передачу. Я не смотрю, я просто много о ней слышала. И туда, знаете, с каждой деревень ездят люди как, вообще из головы все вылетело, публика, публика, это по испанному, публика, в зал, в общем, в зале они сидят, там съемки идут, и они в зале как группа поддержки, да. У нас знакомые ездили, это в Малгии снимают все, и, ну, где-то там. И, в общем, мы сейчас смеемся с ней, она каждую неделю приходит на укладку, там, стрижку, все дела. И я говорю, она это, у нее муж умер 6 лет назад, ей 85, она мне сейчас сказала, по-моему, или 87, уже не знаю, но в сути не играет. И я такая, ей говорю, говорю, давай, говорю, у тебя это, что-то она за жизнь заговорила, типа, вот, года. Я говорю, какие года, вон на передачу все ездят и находят себе женихов, не для какой-то там жизни, там, а вот на танцульки сходить или еще что-то, куда-то кофе попить, гулять. Я говорю, давай я тебе, говорю, сейчас уложу, красоту наведу. Говорю, я тебя даже отвезу, я не буду с тобой, вот, поедем, говорю, сниматься. Будем тебе жениха искать. А она, знаете, она прям такая, и сразу закокетничала. И такая вот прям это, ну, видно, что, ой, да куда я там, у меня уже там была любовь, вот, я ее всю жизнь любила. Я говорю, ну, и что, говорю, вот твоя, а у нее дочка в Андорре живет, это на севере. Страна, не страна, но, в общем, там снежные курорты. И я говорю, увидит тебя по телевизору и офигеет, правда, сейчас говорю, как она увидит, если это по Южношу. Ну, не важно, по интернету посмотрят. И говорю, и скажут, ой, моя мама, моя мама выступает в передаче, жениха поехала искать. Ой, и вот я сейчас смеюсь с ней. Знаете, с каждыми клиентами есть подход, с некоторыми, но другими так пошутишь, да, жениха искать. Они могут тебе и в лоб дать, типа, ты что, такие вот, которые консервативные. Типа, у меня муж был, я его люблю, а это нет, наоборот. Вот, ну, они уже давно ко мне клиентке, 6 лет ходят, и поэтому уже знаешь, как к ним подойти. И вот я смеюсь с ней. А она прям такая сразу, хи-хи-хи. Я говорю, давай, говорю, поехали. И жениха тебе удивилась сказать, говорю, не жить, но он тебе будет, говорю, водить, кофе пить, там, в рестораны водить будет, там, на танцульки пойдёте. Так вот я провожу рабочее время, представляете, пока я ей бегуди крутила. Так, веселились. Вот, она там сейчас сушит, бегуди, и вот так. В общем, да, конечно, голова у меня вообще не варит. Все мысли только об одном. Поспать. Я даже, знаете, спать хочу больше, чем жрать. У меня такое очень редко. Так что приеду, наверное, домой и сразу пойду спать. Да? На моей куртке тут улёгся, деловой. На моей куртке тут улёгся, моя рыба сладкая, да. Рыба моя сладкая. Помните, я вам говорила про вот эти вот диснеевские? У меня вот такой есть, с феями. Кстати, фея по-испански это страшная. И если вам в выставании скажут фея, это значит, что вас обижают и вам говорят, что вы страшные. Представляете, какое красивое имя, название фея и так изуродовать. В общем, у меня вот тут феи. Я даже не знаю, что это за мультфильм или что, я в них не разбираюсь. Но мне кажется симпатично. А ещё она такая мягонькая. С этой стороны, видите, и очень удобная. Вроде бы как от кофе немного взбодрилась, ещё немного поработала. И в общем, да, нормально. Кстати, у меня, видимо, одна клиентка постоянная слегла. Заболела, потому что не пришла. Но она была на ту неделю уже такая. Она говорит, ты меня подстриги, уложи, а то вдруг я заболею и в больницу поеду. Потому что она уже себя чувствовала плохо. Она каждый год так это болеет. Что там ещё? В общем, как обстоят дела. Пойду я съем грибы мужа, которые я вчера приготовила. И пойду спать. Пока у меня обиденный перерыв. Потому что вечером мне нужно сегодня опять на работу. Полежу немножечко, может усну. Состояние, знаете, какое-то такое, какое-то вот... Нужно поспать. И всё. Так что спокойный день. Вы думаете, я поспала? Нифига. А я же в постельку легла. Всё как полагается. Одеялком прикрылась. Открыла себе окошко. Ой. Чтобы, знаете, свежий ветерок заходил, такой свежий воздух. Я люблю спать, когда прохладно. Но я укутана вот до макушки в одеяле. И прям так культуру... Прям так вот... Вы знаете, я даже читала, что человек засыпает намного... Много лучше, когда одеяло на нём такое вот тяжёлое. Знаете, что-то лежит, обволакивает. И я сам, ну... Знаю по мне, что это действительно так. Я даже летом укрываюсь. На мне должно что-то лежать. Ну, не об этом суть сейчас. Легла я такая, думаю, сейчас как я усну. Знаете, такая иду в кровати, глаза закрываются. Такая всё. Прям ложусь на кровать. И глаза так... Пум! И всё. Сон куда-то ушёл. Куда ушёл? Не знаю. Ну, я же какая... Я же мученица. Я легла такая. Думаю, я всё равно усну. И почти такая уже засыпаю, засыпаю. Телефон звонит. Ну, блин, ну почему в обеденный перерыв звонит телефон? Как так? Ну, и чё? Взяла телефон в руки. И сидела в телефоне всё это время. Потому что если я встану, то сон вернётся. А сейчас уже пора идти вставать, собирать сумку в спортзал и чапать на работу. Как хорошо, когда можно открыть окно и почувствовать запах машин. Чарли, наверное, наверху греется, загорает, принимает солнечные ванны. Он там постоянно тусуется. Мне надо вставать. Так неохота. Вот почему, когда на работу надо идти, неохота. А когда не надо на работу идти, то неохота в кроватке валяться. Или, например, выходные. Ты думаешь, сейчас как высплюсь до 12. Хоп. И встаёшь раньше, чем когда на работу. В общем, да. Всё наоборот. Оксана, вставай и иди. Сумку собирай в спортзал. А то потом тебе будет некогда. Ну ладно, пойду. Стою тут на солнышке, загораю. И знаете, что делаю? Валентинки принимаю. А знаете, от кого? От друзей. От подруг, скорее всего. Я помню, знаете, я стою, и он сидит. Вот так вот. Вообще, сам Валентин у меня ассоциируется так, когда мы его отначали. Это знаете где? В школе. У нас, помню, вешали. У нас школа была вообще небольшая. У нас было очень мало человек в школе. Ну, деревенская школа и всё такое. Вот. И, в общем, у нас вешали такой ящик, типа почтовый. Ну, что-то типа вот этого, да. И туда, в общем, на Сан-Валентин. Я не помню, это Сан-Валентин был или какой-то. Наверное, потому что зима, помню, была. И туда скидывали, в общем, Валентинки, да, все учащиеся. И вот потом было так трепетно, что потом вот открывали этот ящик, и каждый вот ждал свою Валентинку. Ну, там подписан было и все дела. Ну, не знали, кто к тебе написал, ничего к тебе написали. Я вот не помню, были у меня Валентинки какие или нет. Вот честно, не помню. Может были, может нет. Но сам момент именно вот ждала, когда писали. Я вот не помню, писала ли я кому-то. Вот этот не помню. Вы принимала и писала. Вот этот не помню. Вот этот ящик помню. Вообще, у нас в школе было очень много мероприятий, потому что школа была маленькая. У нас что-то, по-моему, в школе во всей было 51 человек, представляете? Потом отстроили. У меня... Вообще, если вы хотите про мою школу услышать, мне как у всех было, то пишите в комментариях, я вам расскажу. Потому что школьная жизнь такая была, мне кажется, не у многих такая была школьная жизнь, как у меня. В общем, если интересно, жду ваших комментариев. И побольше, побольше, чтобы я поняла, что вам интересно. Смотрите, апельсины у нас опадают. И уже цветут. Скоро пойдет обалденный запах. И будет все. А там вот огромный апельсин. Смотрите, он огромный. Пора открываться. Кому-нибудь на голову упадет и уже цветут. Вообще апельсины эти очень вкусно пахнут. Но не вкусные, они и несъедобные. Пошла я на работу. Я сегодня на пляж не пойду. Мне нужно в аптеку сходить. Вот. И заодно сейчас мы тут прогуляемся. Тут вот, там вот парк наш, который мы гуляем. Машину оставила около бассейна. Муниципального аптека вон там находится. Заодно Чарли прогуляется. Кстати, в аптеку у нас можно с собаками ходить. Очень странно. Во многие магазины, где продаются продукты, нельзя с собаками. Ну и вообще даже мамы. Тряпочные, тряпочные, скажем так. Смотрите, какой у нас мост. В магазины тоже нельзя ходить. Смотрите, такой прозрачный, прикольный. Красивый. А в аптеку можно. Я просто один раз видела женщину с собакой. Думаю, во, я тоже тогда пойду с собакой. Удобно. Гуляешь, гуляешь. Просто зашел в магазин. У нас вот такая вот есть, как парк, что ли, не парк. Фиг его знает. По той стороне все барчики находятся, дискотеки. Ночью, естественно, открываются. А здесь вот так и вот гуляем. Столько народу в этой формации аптеки. Стоял и в очереди. Стоял и стоял, уже устал стоять. И знаете, они любят так лясами поточить. Бла-бла-бла-бла-бла. Как твоя сестра, как твой дядя, как твоя пятиюродная сестра. В общем, да, они любят тут и все стоят, ждут. Даже там стулья поставили, чтобы посидеть. Но были все заняты. Но я же молодая и красивая, как я могу на стуле сидеть. Вот. Сегодня же салон Валентин, святой Валентин. И сегодня сумба у нас какая-то там особенная. Посмотрим, кто там придет с мужчинами, не придет. Надо телефон, что ли, взять, чтобы это. Вдруг они там будут фоткаться и все дела. И я под шумок, что-нибудь засниму. Если, конечно, не забуду, голова-то дырявая. Кстати, чувствую себя замечательно. Дневной отдых меня взбодрил. Вот. Поэтому силы есть. Сейчас бегом-бегом за спортсумкой. И на какую-то специальную сумбу. Очень интересно. Потом сейчас вам... Потом сейчас. Ну, это для меня потом. А для вас сейчас все расскажу. Даже какие-то подарочки дают. А там караментский. Теперь немножко велика. И можно домой пойти. Вот эту машинку я уже сделала. В путь. В чем суть вопроса? Приехал мужик, говорит. Он там где-то в Бухаре был, что ел вкусное мясо. Ему с собой наложение не доело. Ну и говорит, в машине оставил неохота. И говорит, иди. Фиг с ним. Я говорю, а как это фиг с ним? Давай ключи, я пойду сама. Вкусное мясо на завтра. И ничего доготовить не надо. Ну, там, может, картошки или гречки отварю. Здравствуйте, приехали. А себе фиг суть сделала. В общем, иду за мясом. Он говорит, я устала, мне неохота идти. Я говорю, я захожу, ничего страшного. И Чарли заодно прогуляется. Вообще, тут так вы написали. Сейчас вам еще расскажу. Сейчас какой казус случился со мной. Небольшой. Сейчас расскажу. Йокесе. Говорят, какое мясо, понятия не имею. В общем, вот, даже с картошкой жареной, представляете? Так вот, что это, на выброс, что ли? Нет, конечно. В общем, что произошло? Ну, не произошло так просто. Ну, как это неприятная ситуация, скажем так. Мы всегда, я вот сколько там, полгода в спортзал хожу и всегда на одном месте стоим. Я уже рассказывала, да? На одно место становимся и все так делают. Все на одном месте. Вот. Все уже друг друга знают. И, в общем, зашибись, да? Тут как-то, может быть, ну, может быть, недели две, три назад мадам такая инста, скажем так, инста-спортсменка. Почему инста? Потому что губки бантиком, бровки домиком, сисечки так поднятые. И, в общем, она при макияже, она пришла не спортом заниматься, а показать, какая она красивая. Вот, значит, вот какая она красивая такая, вся шикарная. Ну, ладно, пофиг с ней. В общем, и она как-то от меня, ну, в стороне, близко стояла. Всегда меня это бесило. Прямо ко мне близко встанет и все. И, а там же нужно движение, там же движение, жизнь. Я налево, ты направо. Ну, вот я налево, она направо, в общем. А потом-то мы вместе как бы раз и... Ну, ладно, хрен с ней. Не всегда ходила, но вот мы с ней встречали. А сегодня я всегда как встаю? Всегда последняя, чтобы, знаете, никому не мешать, когда начинала, и ничего. Вот, то есть я... А за мной стена. Ну, там, может быть, в полметре, может быть, меньше. В общем, и бутылки с водой там они все ставят, полотенца свои кидают. В общем, за мной стать негде. Ну, я как... Я всегда люблю... Знаете, как у нас очередь образуется перед тем, как войти. Вот, мы же по браслетам заходим в зал. В общем, и я всегда стараюсь первая, чтобы вот таких инцидентов не произошло. Чтобы я была на своем месте. И в моем месте никто не занял. Я, как всегда, зашла, встала на свое место. Начали приходить все вот в округе. Мы уже друг друга знаем. Привет, привет, как дела? Вот, и, значит, все, начинается музыка. Все, мы начинаем плясать. Сегодня вы видели, я немножечко вам засняла. Все были нарядные. У нас было три тренерши, которые нам показывали. Ну, все три. Их три, они там в течение дня. Вот так вот. Я всегда с одной попадаю. Но не в этом суть. В общем, мы пляшем, пляшем. И я чувствую на одной песне, что я кому-то на ногу наступаю. Я прям даже, знаете, испугалась. Думала, это телефон кто-то положил. И я на него наступаю. Я поворачиваюсь. А это мадам инста-спортсменка. Я такая, ой, говорю, извините. Вот. Я не ожидала, что за мной стена. Она, то есть между мной и стеной, она стала. Причем. И рядом... А, сегодня же у нас с парами можно приходить. Я думала, с парами это мужская, да, мужчина. Мне, оказывается, нет. Можно было с подругой прийти. Но вот она пришла с подругой. Потом я уже обратила на них внимание. Они там сзади где-то у стены плясали. Она же, типа, я... Посмотрите на меня, какая я... А, точно, я поняла, почему она... У нас стена стеклянная. То есть, знаете, зал, стеклянная стена. И там спортзал. Она, наверное, специально хотела у стены, чтобы ее... Там же у нас тренера-мальчики, такие накачанные, красивые, чтобы они ее видели. Точно. Блин, я только сейчас догадалась. В общем, не в этом суть. Я, а... То есть, рядом со мной, там такой столб, он не стеклянный. Вот к чему я. И место свободное. Прямо как раз для 20 человек. Она-то с подругой пришла. Подруга не хухры-мухры в сумме. То есть, она первый раз. И она не то, что налево-направо. Она как это... Медведь это, на велосипеде. Не, медведь лучше. Ну, в общем, вы поняли. А то сейчас я растяну на 20 минут. Я ей такая говорю. Встаньте. Она пришла позже с подругой. Да? Говорит, смотрите, место свободное. Я, говорит, не вижу оттуда. А место прям вот напротив. У нас три тренера танцуют. Прям вот напротив. Я думаю, нифига себе. Она оттуда не видит. А за мной она охеренно видит. Думаю, ну и хрен с тобой. А еще от нее такой запах шел. Знаете, вот когда рыбу жарят на плохом масле. Ну, которое масло там уже жарено, пережарено. Вот от нее рыба такой повоняет прям. Вот. Думаю, хрен с тобой. Я туда тоже не пойду. Я, блин, полгода здесь танцевала. А тут из-за какой-то инстаспортсменки я пойду куда-то. Да фиг тебя. Тем более у меня впереди женщина танцует. Мы с ней всегда базарим. Там мы с ней... Ну, в общем, на водной волне. Она так... Она тоже, наверное, упертая. Скажет, я ни хрена никуда не пойду. Ну, я волей не уходи. Я дальше такая пляшу. Вот. И что-то опять ее задела. Она такая... А вон там место. Я говорю, извини. Говорю. Я говорю, здесь привыкла. И всю жизнь я здесь танцую. И я говорю, привыкла уже здесь. Все. Дальше. И дальше танцуй мне по барабану. Нет, ну не по барабану, конечно. Я человек очень упертый. С другой стороны, я права же, права. Я зашла первая. Я там больше времени танцую. Почему я должна уходить из-за какой-то там, потому что она хочет попой повилять перед это. Да вот иди, виляй в другое место. В итоге. В итоге она свалила. Хм. В общем, ушла, ушла. Куда я ей показала. Наверное, она спушушокла с подругой. И, в общем, они ушли. На 5 сантиметров влево. Но. Женщина всегда права. В общем, вот так. Вот такая вот рыбка. Я только сейчас доперла. Думаю, что же она не уходила-то? Впереди. Почему бы и нет? А она же такая красивая. Она же пришла вся такая никакая. А что она станет впереди меня? Никто ее и не увидит. Понятно. Все. В общем, вот так. Но все прошло замечательно. Нам даже по карамельке дали, вы видели. Мне еще очень понравилось, когда такая вот женщина. Представляете, я не знаю, как ее зовут. Она меня зовет Компи. Ну, типа Компани... Компани... Компаниш... 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 Вот. Она такая... Ой, моей... Моей... Компи дайте тоже этот... Чупа-чупс. Мне так приятно стало. Так что вот так вот прошел. А, муж что? Ха! Кроме мяса мне дал полтинничек. Она говорит тебе на подарок. Я с этим учетом, в принципе, это платье-то и купила. Думая, что мне что-нибудь перепадет. В общем, я его... Кстати, я ему сейчас скажу. Я ему по WhatsApp открыточку отправила. Ну, неважно. Так что все. Вот такой вот у нас день получился. Сначала, конечно, не очень, потому что не выспалась. А потом вроде бы как и ничего. Пойду сейчас, наверное, ананасик поем. И буду монтировать. Всего вам самого лучшего. Пишите комментарии, подписывайтесь. Спасибо за лайки. И всего вам доброго. Всем пока-пока. И удачных выходных.